Мосты дружбы связали Калининградскую область и Туву. Сейчас данный проект реализуется в 15 регионах и уже отмечен как один из самых эффективных инструментов обучения. В его рамках педагоги калининградских школ в режиме онлайн-конференций занимались подготовкой выпускников 9 классов школы республики Тува к основным государственным экзаменам. Итогом такой работы стала успешная сдача итоговой аттестации выпускниками школ, участвующих в проекте. Всего за менее 7 месяцев реализации проектов у нас было 1429 подключений. Это были не только подключения, знакомства, где ребята общались друг с другом. Это были и уроки. Это были уроки, которые были не только в режиме онлайн, но и в режиме офлайн. Из-за сложностей, которые возникали со скоростью интернета, не всегда получалось общение у нас онлайн. Проводилась запись и ребята потом смотрели урок в записи. В минувшую субботу в Дагомысе стартовал 21-й фестиваль журналистов «Вся Россия-2017». В нем принимают участие журналисты из всех регионов страны и иностранные журналисты. В качестве докладчиков и экспертов выступают в политике ученые-деятели культуры. Тува представляет делегация Регионального союза журналистов из девяти человек. Под лозунгом «Люди планеты Земля» тувинские журналисты представили внимание участников фестиваля серию презентаций на выставочной площадке главного журналистского форума. Управление Росреестра Тувы вошло в тройку регионов, которые за счет федерального бюджета полностью обновят данные по кадастровому учету. На Левобережных и Правобережных дачных обществах, а также на Вавиленском затоне, на протяжении последних лет построено много новых сооружений. Комплексные кадастровые работы нужны для внесения точных сведений о местоположении границ земельных участков и зданий в единый реестр недвижимости. Также уточнение границ защитит права собственников в таких вопросах, как кадастровые ошибки, допущенные при определении местоположения границ земельных участков. Напомним, что на территории Кызыла, в том числе и в районах Левобережных и Правобережных дач, микрорайона Вавиленский, уже ведутся комплексные кадастровые работы. Извышениями о проведении согласительной комиссии можно ознакомиться на сайте Министерства земельных и имущественных отношений, а также проектами картопланов территории можно ознакомиться также на сайте Министерства земельных и имущественных отношений, на сайте городского округа города Кызыла и на сайте Управления Росрегистра Бориспублики 2. 2 октября в Туве пройдет Всероссийский день приема родителей по вопросам дошкольного образования. В частности, на вопросы по поступлению в детские сады родителям ответят представители Министерства образования, Департамента по образованию мэрии Кызыла, регионального координатора проекта «Детские сады детям». Родители в этот день смогут получить все необходимые консультации и правовую помощь. Всероссийский день приема родителей призван способствовать выявлению общих и системных проблем дошкольного образования в регионах и решать их. Татьяна Подомарева – одна из тысяч козылчан, кто до сегодняшнего дня еще не получил тепло в свои дома. Женщина седует, что в квартире прохладно, даже зябко и задает вопрос, почему в таких спартанских условиях они должны выживать. Внука женщина одевает как капусту и сверху еще накрывает одеялом. Дом номер 12 по улице Дзержинского, в котором проживает женщина, давно признан аварийным. О переселении говорить пока не приходится. Строительство жилых домов в Кызыле идет своим неторопливым темпом. Пока Татьяна Подомарева лишь требует качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг. Накануне в Кызыле прошел снегопад, впереди зима. Ситуацию мог бы спасти простой обогреватель, но тогда хозяйке придется отказаться от использования других электроприборов, в частности плиты. Напряжение не выдерживает такого мощного прибора. Отопления нет, дома холодно, минусовая температура, дом под снос, ничего нет. Так что компания ничего не делает. Так что когда переселение будет, мы не знаем. Вот камин, все не достало. Думала, что отопление есть, отопления нет, камин, будем подогреваться. Все выключать и камин включать. Управляющие компании Енисей ответили, что поступление тепла в дома зависит от Кызыльской ТЭЦ. Как только проведут проверку, сделают акт и получат паспорт готовности, так и будет тепло в домах. Таков ответ мастеров. Напомним, что отопление начали подключать с 21 сентября. Этот процесс поэтапный и длится 7 дней. Сначала тепло поступает в дома от 5 этажей и выше, потом в 2-х, 3-х этажные дома и далее. Они просто фотографируют тепловые узлы, элеваторы и выдают предписание на устранение, что там это не достает или это. Замена задвижек. Устраняется это, видите, все зависит от финансирования. У них требование, если запорно-кленовая, это запорная арматура, надо ее на шаровую заменить. А это много денег, затрат много. До первого, я думаю, включим уже. Весь город будет подключен. К этой дате 100% домов получили тепло управляющая компания «Уют». Больше половины клиенты ЖУ-2, ТСЖ Чульдум-42 и МЖК. По состоянию на 25 сентября 2017 года паспорта готовности получили из 396 многоквартирных домов около 100 жилых объектов. И в них подключено тепло. Что касается остальных, то тепло поступит в течение двух дней. Такое решение приняли АО «Козельская ТЭЦ» и мэрия «Козыла», несмотря на то, что у большинства домов пока нет паспортов готовности.